Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я бы хотел вам показать, как скачать мой личный щит под названием Star. Это совершенно новая версия. В принципе, по ней я уже снимал несколько видеороликов. Я думаю, большинство из вас эту новую версию уже видели, также посмотрели видеоролики. Сразу хочу сказать, что это не старая версия щита, а совершенно новая, написанная с нуля. Для того, чтобы нам ее скачать, переходите по ссылочке в описании, дальше вас перекидывает на этот сайт. После этого, что нужно сделать? Нажать на кнопочку «Перейти», ждем 5 секунд, и нужно будет опять нажать на кнопочку «Перейти». Нажимаем. Далее, после этого был сайт, где нужно было выполнить задание. Задания у меня уже были выполнены, мне их заново проходить не нужно, из-за этого меня сразу перекинуло на сайт скачивания. Если у вас задания не выполнены, то их нужно выполнить. Там 4 простых условия. Это подписаться на Twitch канал, подписаться на YouTube канал, поставить лайк и написать комментарий на видеоролик, который там указан, и вступить в мой Discord сервер. После этого вас перекинет на этот сайт, на котором я сейчас нахожусь. Далее, что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку «Скачать бесплатно», нажимаем, и здесь выбираем через браузер. Все отлично. Смотрите, сразу скажу, желательно отключить антивирус, чтобы на всякий случай он вам не мешался, то есть не мешал самому читу. Потому что, как вы знаете, антивирусы мешают читам, портят их функционал, из-за этого они хуже работают. Далее, нажимаем на кнопочку «Скачать файл», все, чит скачивается отлично. Значит, смотрите, здесь есть вот такая кнопочка, нажимаем на нее, и, возможно, у вас будет здесь сверху кнопочка «Сохранить». Если она у вас будет, вы ее нажимаете, и у вас скачивается файл с читом. Если у вас ее также нет, как у меня, нажимаем на кнопку «Показать все». Далее, нажимаем на кнопку «Сохранить», все равно «Продолжить». Все отлично. После этого нажимаем «Показать в папке», открываем, и после этого переносим папку с читом на рабочий стол. Все, готово. Так, теперь давайте найдем какой-нибудь режим. В принципе, я думаю, можно зайти в «Такси босс». Давайте сразу заранее скопируем скрипт. Все, готово. И после этого открываем сам чит. Заходим в папку. Вот так это все выглядит здесь. Заходим. Нажимаем на кнопочку «Да». Там высвечивается у вас окошко. Получается. То есть, нужно запускать чит от имени администратора. Но это делается автоматически. Давайте быстренько, в принципе, пробежимся по функционалу. Здесь можно добавлять свои скрипты. Нажимаем на кнопочку «Опен файл». И здесь выбираем скрипт, который, получается, вам нужен. После этого он появится справа, вот в этом вот маленьком квадратике. Даже можно сказать прямоугольник, если его перевернуть. Дальше. Есть настройки. В настройках можно менять цвет. Получается обводки. И менять затемненность фона. И также цвет фона тоже можно менять. Давайте, в принципе, я вам это покажу. Значит, в поиске в браузере пишем палитра цветов. Все. Так. Дальше смотрим. Значит, здесь выбираем, какой цвет вам нужен. Ну, давайте, допустим, поставлю вот такой цвет. Вот эти цифры нам нужно скопировать. Здесь есть кнопочка. Нажимаем на нее. А после этого, вроде бы, цвет строк меняется вот здесь. Вставляем сюда. И нажимаем Apple. И, как видите, обводка у нас поменялась. И поменялась она абсолютно везде. В принципе, я думаю, прикольно. А дальше цвет фона поменять можно. Желательно ставить какой-нибудь такой затемненный цвет. Потому что, если будет цвет яркий, выглядеть будет не очень. Допустим, какой-нибудь вот такой давайте попробуем поставить. Посмотрим, как будет выглядеть. Также заранее, в принципе, можете скопировать цвет фона, чтобы, если что, вернуть обратно. Вот сюда я его напишу. Так. Еще раз скопируем. Все готово. И вставляем сюда. Нажимаем на кнопочку Apple. И, как видите, цвет фона поменялся. И поменялся он абсолютно везде. Конечно, стало выглядеть не очень. Про что я вам и говорил. Так что, в принципе, если вас устраивает тот цвет фона, который стоит, в принципе, можете не менять. Можете поменять только цвет строк. Также здесь можно поменять затемненность. Допустим, так. И, как видите, стала картинка светлее. Давайте еще убавим. И стала еще намного светлей. Вот. Тут, в принципе, можете поиграться с этим ползунком и выбрать для себя оптимальный цвет затемненности. Ну, то есть, не цвет, а просто затемненность. Так, ладно. Давайте сделаем так. В принципе, я думаю, более-менее нормально. Также здесь есть, получается, некоторые функции. Это топ мост и оптикали фолдер. В принципе, я думаю, вы все знаете, что они означают. Также здесь есть, получается, три DLL, которые можно использовать. Также хочу сказать то, что не обращайте внимания на квадратик, который появляется. Здесь просто вместо него должна писаться информация насчет этого DLL. Работает он или нет. И когда, получается, был обновлен. Но пока что это не пишется. Нужно время. Не знаю, там, может быть, какая-то еще ошибка с DLL случилась. Но это ничего страшного. В принципе, все самое главное работает. Значит, также есть последняя функция. Это Bypass Kick Error. Значит, смотрите. Если вдруг после инжекта вас, допустим, кикает. Либо же вы после вашей игры со скриптом выходите с игры. Потом пытаетесь опять зайти, допустим, в другой режим. И у вас высвечивается окошко, то, что вас кикнуло. И это окошко, к сожалению, убрать нельзя. Чтобы оно пропало, придется ждать целый час. Может быть, меньше, может быть, больше. Ну, в основном, примерно час нужно ждать. И после этого вы только сможете зайти в игру. Вот. Чтобы такого не было, если у вас такое случилось, вы нажимаете на кнопочку Bypass Kick Error. И, по идее, у вас не должно больше возникать этой ошибки. Так. Также, что я еще хотел вам показать. Здесь можно менять картинку фона. Делается это, в принципе, довольно просто. Значит, закрываем чит. После этого заходим в папку с читом. Заходим в bin. Значит, смотрите. Чтобы фон работал, нам нужно скопировать вот это название картинки. Все, мы его скопировали. Дальше эту картинку можно переместить на рабочий стол, чтобы ее не потерять. И давайте, допустим, поставим вот эту вот картинку, которую я уже скачал. Ставить можно абсолютно любую. И скачивать нужно в GPPG. Вот в этом формате. Все, мы написали название. Нажимаем на Enter. Все, название применилось. Отлично. И после этого открываем чит. Все, как видите, открылся. Также настройки, обводки, то есть цвета, как видите, сохранились. Они не слетели. Это очень круто. То есть вы можете, допустим, поставить цвет, который вам нравится. И он всегда будет у вас использоваться при следующем открытии. Я думаю, это очень круто. Давайте, значит, еще раз скопируем. Получается скрипт. Потому что он у меня уже слетел. Так. И после этого заходим в игру. Сейчас будем с вами проверять. Как все работает. В принципе, я думаю, большинство из вас уже видели. Так. Убираем звук сразу. И ставим качество на максимум. Ждем, пока мы зайдем в игру. Немножко долго почему-то заходит. Обычно побыстрее заходит. Ну ладно. Ждем. Так. Нажимаем на кнопочку play. Все, мы появились в игре. Отлично. И далее нажимаем на кнопочку inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все, inject прошел. Отлично. Вставляем сюда наш скрипт. И нажимаем на кнопочку excute. Так. Все. Вот. Отлично. Все работает, как видите. Скрипт появился. Давайте сделаем маленькое гуи, чтобы было. Потому что, думаю, с большим неудобно играть. Также этот скрипт я уже снимал. Я думаю, большинство из вас видеоролик уже видели. Спавним, значит, машину. Садимся в нее. Давайте сделаем модификацию машине. И, как видите, скрипт абсолютно рабочий. И также, как видите, хорошо работает сам чит. Давайте еще какую-нибудь функцию протестим. Конечно, на такой большой скорости не совсем удобно управлять машиной. Я думаю, вы можете, в принципе, привыкнуть. Ну, допустим, давайте телепортнемся к какому-нибудь пассажиру. Нажимаем на кнопочку C английскую. И, как видите, телепорт работает. В принципе, все оставшиеся функции тоже работают. Можете скачивать, проверять, использовать. Также пишите комментарии. Ставьте лайки, если вам понравился видеоролик. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, была Избан. Также моя новая версия чита. Еще раз повторюсь, кому понравился этот чит, можете скачивать, использовать. На этом я заканчиваю. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok